Площадь памяти героев в Краевом центре, здесь у Вечного огня, проходят самые главные события, патриотические события для Краснодара и края. Здесь завершается возложением цветов акция «Бессмертный полк», здесь проходит акция «Свеча памяти». Самые главные патриотические события здесь, в центре города Краснодара, на площади памяти героев. И очень многие из них организовывают Кубань-Патриот-центр. Игорь Калинин, руководитель Кубань-Патриот-центра, сегодня мой собеседник, я вас приветствую. Игорь Сергеевич, как готовились ко дню памяти и скорби? Какие события прошли, организованные Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, вот в передверии этого дня? Вы знаете, вот здесь отрадно сказать, что сейчас в качестве реализуется тот проект, который был запущен в 2016 году Министерством образования, науки и молодежной политики. Это проект по несению почетной вахты памяти на посту номер один, почетными караулами. Вот сегодня с 21 на 22 на всех обелисках, мемориалах, расположенных на территории Краснодарского края, стоят, несут почетную вахту памяти, почетные караулы муниципальных образований Краснодарского края. Это действительно знаковое событие для всего постовского движения на Кубани. Мы также можем сказать, что сегодня завершилась большая акция, которая реализуется уже три года Министерством, это эстафета памяти, которая стартовала 12 февраля буквально с площади Героев, прошла по всем муниципальным образованиям на мемориалах и обелисках, сводными постами номер один муниципальных образований. И сегодня она завершилась здесь, в городе Краснодаре, передачей свечи памяти от муниципального образования города Геленджик, сводным постом номер один, почетным караулом, сводному караулу поста номер один города Краснодара. И сегодня эта свеча памяти завершила свое движение по 44 муниципальным образованиям Краснодарского края именно на площади Героев в городе Краснодаре. Это дань памяти тому подвигу, который совершили наши отцы и прадеды. И, наверное, знаменательно, что рядом с вот этим священным местом располагается Центр патриотического воспитания молодежи Краснодарского края. Очень лестное замечание. Ну, я приглашаю вас пройти, наверное, в наш центр, посетить его и встретиться там. Спасибо, спасибо большое. Конечно, о главном событии, к которому готовимся все мы, это 75-летие Великой Победы. Как идет подготовка, что делается воспитанниками и вашим коллективом Кубань Патриот Центра? Ну, Центр патриотического воспитания, я думаю, что Министерство образования, науки, молодежной политики, всеми органами по делам молодежи, органами управления образования сейчас ведется плановая организационная работа. Я могу с уверенностью сказать, что уже на данной этапе идет формирование единого плана мероприятий Министерства образования по празднованию такой знаменательной даты, которую мы будем отмечать, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. Уже создан в Министерстве образования организационный комитет по проведению этих праздничных мероприятий. И мы планируем, что все мероприятия, которые будут в преддверии этой знаменательной даты 75-летия и в течение 2020 года празднования годовщины Победы Великой Отечественной войны, будут иметь непрерывный постоянный характер, что каждая дата, каждый день должен быть знаменован определенными событиями, определенными мероприятиями для молодых людей и также для населения и гостей нашей Кубани. Вы уже коснулись вахты памяти. Если можно, подробнее о том, как проходила эта акция? Вы знаете, да, действительно, 11 апреля 2019 года стартовала Краевая вахта памяти 2019. Это был старт всех мероприятий, которые проводятся на территории Краснодарского края. Не только молодежными общественными организациями, военно-патриотическими клубами, отрядами пост номер один, но и поисковыми организациями, которые осуществляют свою деятельность на территории края, общественными организациями, объединениями. И в рамках вахты памяти как раз стартовало несколько проектов, которые некоторые уже пришли к логическому завершению, некоторые продолжаются в течение года. Это такие проекты, как Дни единых действий по благоустройству памятников и обелисков на территории муниципальных образований. Более 1750 объектов, памятников, обелисков, захоронений, которые расположены на территории муниципальных образований, были благоустроены именно силами общественности, молодыми воспитанниками военно-патриотических клубов, учащимися в общеобразовательных организациях, высшего среднеспециального учебных заведений, общественными объединениями, активистами. Здесь мы говорим и о проекте «Дорога героев», который силами общественности, активистами, молодыми ребятами были благоустроены больше 75 объектов в труднодоступной местности. Это действительно большой, серьезный, трудоемкая работа, которая была организована именно общественной организацией «Южный регион» в рамках президентского гранта. Но, тем не менее, работа, которая была проведена, она действительно очень важна и необходима. Также мы говорим о большом проекте, который уже не один год реализуется в Министерстве образования, науки и молодежной политики. Это «Согреем сердца ветеранов». Это круглогодичная акция, но это возможность встретиться молодежи с ветеранами, пообщаться, не только оказать какую-либо социально-бытовую помощь, помощь по хозяйству, может быть, помощь в доставке лекарственных препаратов или продуктов питания, но здесь именно общение, сохранение той памяти, которая есть и которая уникальная возможность у молодого человека пообщаться сейчас с уходящим поколением, с уходящими ветеранами, которые уходят от нас каждый день. Мы прекрасно понимаем, что их остается с каждым днем все меньше и меньше. Это и также тот проект, который реализуется Министерством дорогами славы. Благоустройство не только мемориалов и обелисков на территории муниципальных образований, но и захоронений ветеранов. Ветеранов, которые, возможно, по тем или иным причинам, родственники, близкие люди не могут ухаживать за этими могилами. Мы знаем, что здесь захоронен, лежит ветеран, есть память об этом, есть в списках и в документах, но эта могила неблагоустроена, не убирается. Силами школьников, студентов эти работы проводятся. Мы сохраняем память в сердцах молодого поколения, чтобы тот молодой человек, 13, 15, 20-летний, пришел в первую очередь, он как минимум запомнит историю конкретного человека. Ту историю, которая должна жить в сердцах, я думаю, каждого молодого человека. Почему? Потому что каждый человек, наверное, на Кубани, в нашей стране, в своей личной истории имеет участника боевых действий или участников Великой Отечественной войны, которые служили, работали на благо Родины, в тылу, и потом, в послевоенное время, создавали то будущее, в котором мы живем. Вы рассказали об уходе за могилами ветеранов в городах и районах края. Это чья забота? Кто это должен делать, в том случае, если родственники? Вы знаете, мы прекрасно понимаем, что есть и закон по вековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны ветеранов, но, тем не менее, в первую очередь это должна делать общественность, молодые люди. И это дань памяти, уважения тем же мальчишкам, девчонкам в годы Великой Отечественной войны, которые защищали нашу страну. И это не большой труд, но, тем не менее, это то, что останется и осталось после них, и мы должны оставить после себя память. Игорь Сергеевич, я прошу вас рассказать о большом образовательном проекте, который действует на территории края, который посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Что это за проект? Проект реализуется Министерством культуры, Министерством образования, науки и молодежной политики. Он включает в себя различные направления деятельности. Здесь и выставки в музеях, расположенных на территории Краснодарского края. Это экспозиции, это театральные постановки, это уроки мужества, это встречи с ветеранами. Это тот достаточно большой глобальный сплав всех патриотических мероприятий, которые направлены на встречу к 75-летию, ну и празднования самой этой действительно большой годовщины. Современная молодежь, она на ты, вот с этими современными мультимедийными технологиями, им это близко, и совершенно очевидно, и сейчас активно этим занимается, в том числе и ваша уважаемая организация. То есть применение в деле патриотического воспитания мультимедийных вот этих современных средств. Как это происходит? Что делается для этого? Вы знаете, ну в первую очередь, да, действительно, уже нельзя представить любого молодого человека, даже не молодого человека, а гражданина, который не мог бы ходить с гаджетом, получать оттуда информацию. В первую очередь, это, конечно, введение социальных групп в Кубань, патриот-центре, в Министерстве образования социальных групп, где можно было получить в первую очередь достоверную информацию, потому что в первую очередь нам необходимо, чтобы мы получали, молодой человек получал не просто информацию, а информация была действительно не искажена исторически. Мы стараемся эту возможность дать молодым людям. Также, в первую очередь, возможность использования социальных сетей для ознакомления, может быть, знакомства с героями, героями Советского Союза, с героями России, героями нашего настоящего времени, может быть, даже молодыми ребятами, девчатами, которые проявили себя героически на территории Кубани в наше настоящее время, героями нашего времени. И опять же, тот проект, который мы начали реализовывать с 2018 года, который родился в 2018 году по итогам Дней Единых Действий по благоустройству памятников и мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны, это интерактивная карта. Интерактивная карта, которая размещена на сайте нашего госучреждения «Кубань Патриот», на которую каждый житель, гражданин России может выйти, и на которую размещены на данный момент все мемориалы и обелиски, которые расположены на территории Краснодарского края. Эта информация постоянно изменяется, постоянно дополняется новыми объектами, обелисками, может быть, какими-то другими информационными моментами. Здесь, что самое главное, каждый человек может увидеть фотографию этого объекта, увидеть его георасположение и, используя GPS-навигатор, телефона, мобильного гаджета, приехать на это место, используя любые средства, доступные молодому человеку, гражданину, услышать и узнать историю этого памятника. Почему, для кого, для чего он здесь установлен, в какие годы. Это действительно возможность интерактивно сохранить ту память достоверную, которая есть на территории каждого муниципалитета. И в первую очередь это знакомство любого жителя Краснодарского края, с любого муниципалитета, населенного пункта, даже самого отдаленного, с памятными местами своей родной родины. И в прошлом году в рамках интерактивной карты мы реализовывали проект, и в этом году будем его реализовывать. Это определенный проект геокешинг-игра по боевыми тропами Кубани. Здесь возможность каждого молодого человека провожить свой маршрут памятник по памятным местам, мемориалов и обелискам на территории муниципалитета, населенного пункта. Пройти, выполнить определенные задания в форме игры, но тем не менее не зная историю своего района, не зная историю данного памятника или мемориала, ну это достаточно сложно. Мы пытаемся сподвигнуть с использованием новых технологий, так сказать, и использовать это на благо и образовательного процесса по сохранению памяти своего муниципалитета. Ну и я думаю, что тот проект, который мы сейчас начали реализовывать, объявили уже старт его, это информационно-исторический проект в рамках интерактивной карты, проект «Помним, гордимся». Здесь каждый молодой человек, даже житель Кубани, России, может, выполнив минимальные действия, которые указаны на нашем сайте, сохранить историю своей семьи, сохранить историю своего прадедушки, прабабушки, дедушки, бабушки, может быть, отца. Заполнив минимальные документы, минимально подготовив информацию, направив в наш адрес, если не через сайт, то через почту, электронную почту, направив нам минимальные материалы, все это будет размещено на интерактивной карте по ссылке на одноименной «Помним, гордимся». И здесь, возможно, действительно, через какое-то время мы получим народную память, народную память защитников, не только защитников в годы Великой Отечественной войны, но и героев в послевоенный период. Тех героев, которые наши прадеды, прабабушки, которые создавали нашу Кубань. Как складывается этот сезон летний для поисковиков в эти дни? Где разбиты их лагеря? Как идет работа? Поисковые экспедиции, конечно, время года для них не имеет значения, но, тем не менее, основной объем работ по выполнению полевых поисковых экспедиций проходит в весенний, осенний и летний период. При выполнении определенных требований Министерства обороны по проведению поисковой работы на данный момент организуются несколько лагерей архивно-поисковых отрядов, где ребята могут не только получить теоретические знания о поисковой полевой работе, но и получить определенные практические навыки именно в процессе полевой поисковой экспедиции в местах боевой славы. Можно перечислять очень много тех экспедиций, которые уже были выполнены, это и Кубанский плацдарм организаций при подъеме военного самолета. Это можно говорить и о той работе, которую проводит поисковая организация с Дебор по организации работы с молодыми ребятами, совершеннолетними и несовершеннолетними, членами военно-патриотических клубов, поисковых организаций. Они тоже выполняли определенные работы, подняли несколько советских бойцов. Работы по установлению имен, они продолжаются, мы прекрасно понимаем, что это действительно большая, кропотливая работа. Прошло больше 74 лет, уже 75 лет после окончания Великой Отечественной войны, и очень тяжело установить архивные данные, установить имена. Но, тем не менее, работа эта продолжается во взаимодействии и с Министерством обороны, во взаимодействии с Министерством внутренних дел, и результаты есть. Я не буду говорить сейчас какие-то цифры, но вы знаете, что для каждого поисковика, я думаю, для каждой поисковой организации, каждое имя, которое они устанавливают, это действительно подвиг, это подвиг увековечивания памяти. Памяти, потому что для молодого человека ту работу кропотливую, которую они выполнят по подъему, по поиску бойца, павшего в годы Великой Отечественной войны, и проведут кропотливую работу по сбору архивных данных, и когда результатом это будет установление имени бойца, нахождение его родственникам и передача останков ближайшим родственникам, если это возможно, или перезахоронение в братской могиле на территории муниципалитета, это действительно тот момент, который врежется к молодому человеку на всю жизнь. Он никогда не забудет этот момент, и он никогда не забудет те страшные мгновения, когда вот такие же ребята, мальчишки и девчонки, его возраста защищали нашу Кубань. Марш-бросок. Вот есть такая военно-патриотическая игра, которая активно поддерживается Министерством образования, науки, молодежной политики Краснодарского края, которая вами проводится. Я знаю, что был уже финал. В чем-то, какие были соревнования, и кто стал победителем? Да, действительно, мы второй год подряд проводим военно-патриотическую игру «Марш-бросок». Игра достаточно интересная, может быть, даже из названия звучит, «Марш-бросок». Почему? Потому что в первую очередь она задействует совершеннолетнюю молодежь. Вот ту молодежь до призывного или уже призывного возраста... Игра не для слабеньких. Это игра не для слабеньких, и здесь мы не даем разграничения даже учащимся в военно-специализированных институтах, университетах, образовательным организациям. Почему? Потому что действительно здесь соединяются элементы не только военно-тактических игр, но и элементы военно-прикладных видов спорта, которые даются на военно-полевых сборах в допризывной молодежи. Вот те три дня были достаточно серьезным испытанием для этих молодых ребят, для этих команд. После больших, серьезных отборов пяти муниципальных зон, где бились, наверное, сильнейшие и лучшие команды со всех муниципальных образований, победителем в нашем финале и, наверное, участником команды, которая примет участие в федеральном уже финале в игре «Зарница» стала команда Кореновск, муниципального образования Кореновский район, второе место заняла команда из города Армавир и третье место команда из города Славинск на Кубани. Все-таки это «Зарница», получается, мне привычнее «Зарница», не «Марш-бросок», хотя название красивое. Или есть отличия? «Зарница» на территории Кубани уже традиционно проходящая игра. Это военно-патриотическая игра, смена, которая буквально стартует через несколько дней, 26 июня, в рочище Крымская поляна для несовершеннолетних. Лучшие 44 команды из военно-патриотических клубов, которые заняли первые места во своем муниципальном образовании, съедутся на регион 93 и будут биться за звание лучшей. Чтобы буквально через неделю, 8 июля, принять участие в федеральном этапе, в финале в Московской области, в Подмосковье, в игре финальном «Победа». Есть определенное переименование игры, но тем не менее, я думаю, что и в преддверии 75-летия и тех знаменательных дат, которые есть, игра переименована в федеральном уровне в игру «Победа». Я думаю, что пожелаем, наверное, командам, которые примут участие в Зорнице на региональном этапе, победы, чтобы принять участие в победе. Я присоединяюсь к этим пожеланиям. Вы упомянули о регионе 93. Это самый масштабный, с моей точки зрения, проект Министерства образования, науки и молодежной политики. Как он будет проходить в этом году? В чем отличие? Как идет подготовка? Идет уже подготовка семимильными шагами. Действительно, регион 93 в этом году в какой-то степени организационно будет похож, может быть, немножко на прошлые годы, но с учетом тех пожеланий молодых ребят, молодых активистов, потому что мы прекрасно понимаем, что именно на регион 93 приезжают 2000 молодежи со всей Кубани, самой активной, самой, я не знаю, талантливой, самой целеустремленной, которая действительно собирается на этой площадке и может свои идеи не только обсудить между собой, но и предложить исполнительным и законодательным органам Краснодарского края. Это действительно та возможность, где они могут встретиться с депутатами законодательного собрания, с руководителями министерств ведомства Краснодарского края, с руководителем региона, с губернатором Краснодарского края и не младшим. Это действительно возможность уникальная рассказать о себе, проявить себя и, возможно, сделать определенную для своей жизни ступеньку. Регион 93 в этом году будет представлен пятью сменами. Первая смена у нас будет школа лидеров ученического самоуправления для несовершеннолетних. Это будут лидеры школьного ученического самоуправления муниципальных образований Краснодарского края. Вторая смена уже традиционная, от которой мы не можем отказаться. Ну и действительно это мощная, интересная и, наверное, достаточно яркая будет смена. Это кубанское казачество. Действительно, Кубань сильна традициями, сильна своим развитием казачества. И вот та смена мы посвятили полностью смену совместно с Министерством образования, подведомственными органами, с Кубанским казачьим войском. Это действительно будет ярким, яркая изюминка региона. Третья смена это лидеры студенческого самоуправления, куда съедутся молодые ребята со всех высших учебных заведений, которые смогут на этой площадке пообщаться, возможно, прийти, поделиться тем мнением и теми возможностями, которые им дает студенческое самоуправление внутри учебных заведений у себя на уровне муниципалитетов, даже на территории города Краснодара. Может быть, где-то они найдут определенную точку соприкосновения, которая потом вылится в какой-то результат, возможно, в какой-то краевой совет, но это будет решение только той молодежи, которая будет на форуме, в период проведения форума. И третья и четвертая смены это, конечно, во взаимодействии с администрацией Краснодарского края, с общественной организацией КубСамол, Кубанский союз молодежи. Вот именно эти две смены будут направлены на воспитание лидеров, на поддержку лидеров. Есть определенные договоренности с администрацией Краснодарского края, с департаментом внутренней политики, с учредителем того конкурса лидеры Кубани «Движение вверх», с которыми вот на этих двух площадках они могут пообщаться с лидерами, с теми победителями, которые были в конкурсе краевом, лидеры России, лидеры Кубани. Вот здесь они, молодые ребята, могут пообщаться, возможно, получить определенные компетенции, возможно, получить определенную информацию для своего становления как успешного человека. У нас остается не так много времени. Вопрос, который, с моей точки зрения, очень важен. Насколько активно молодые люди идут в военно-патриотическое движение, в патриотизм? Насколько они хотят этим заниматься? Уходят от компьютеров, уходят с улиц, бог знает откуда, и идут сюда. Такие тенденции есть? Вы знаете, я могу с уверенностью сказать, что есть, но вот не сказать, что они уходят с улиц. Возможно, военно-патриотическое воспитание и есть, возвращение на улицы в ту же игру «Зорница», в ту же, может быть, еще какую-нибудь военно-тактическую игру на улице, на свежем воздухе действительно может в какой-то мере уйти от компьютера. Но тенденция есть, и мы можем это прослеживать не только по количеству членов, молодые ребята, которые приходят в общественное движение пост номер один по несению почетной вахты на мемориалах и обелисках. И с каждым годом количество этих ребят возрастает, и совершеннолетних, и несовершеннолетних. Молодых ребят, которые действительно со всей душой хотят почтить память предков. Мы можем это говорить и о количестве тех ребят, тех молодых людей, которые принимают участие, не говорим даже в тех мероприятиях, которые проводят Кубань-Патриот-Центр, Министерство образования, науки, молодежной политики, а те акции, которые становятся уже гражданскими, стали. Игорь Сергеевич, я благодарю вас за интервью. На мои вопросы сегодня ответил руководитель Кубань-Патриот-Центра Игорь Калинин. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова